Готов. Юрий, кстати, как вы любите, чтобы вас представляли, как вы себя представляете? Когда вас какой-то американский прохожий спрашивает, Юрий, who are you? Я биографию не рассказываю. В смысле? Ну, просто в двух словах, как вы себя представляете в Америке? Да как-то давно уже не представляете, все со знакомыми, все как-то знают. Все уютненько и без выхода на каких-то... Ну, да, так. ...живки понятных людей. Ну, или знают, что бывший former Soviet Intelligence Officer. That's... There you go. Former Intelligence... Soviet Intelligence Officer. Друзья, друзья, вы, наверное, догадались, кто это. Это Юрий Швец. Мы рады приветствовать его в эфире «Фабрика Новин». Юрий, я вас приветствую. Взаимно, Петр. И также успех ваших зрителей. Thank you. Я, разумеется, не могу вас не поздравить с освобождением вашего родного Херсона, если кто-то еще не знает. Да, это родной город Юрия. Юрий, ваши ощущения при виде сегодняшних событий? Ну, взволнован. Вообще, у меня городов много в Украине, потому что родился я в Харькове, отец был в военно-воздушных силах, врачом, правда, поэтому мы путешествовали по всей стране. В Херсоне я ходил в школу. Это годы моей молодости. Самое, пожалуй, запоминающееся, поэтому ощущение, конечно, эйфорическое. Я полночи не спал, и утром вот появились видео с главной площади, когда народ уже вывешивает флаги, едет машина с ВСУ. Кстати, новенький «Мерседес». Это класс, это единственная страна в мире, в которой вооруженные силы визжают в городе не на белом коне, а на новеньком, сверкающем «Мерседесе». Да, было, конечно, волнительно видеть мужиков, убеленных сединами, которые размазывают слезы радости на своих лицах. Это да, это сильно. Это то, что запоминается на всю жизнь. Слезное, действительно, слезное для меня тоже был, разумеется, как и для многих украинцев этот момент. Ну, как вы думаете, как тяжело далось все-таки Путину это решение? Мы понимаем, что давлением он подвергался со стороны военщины своей долга. Они-то и коллаборанты вместе с ними видели тщетность попыток удержать Евсон. Он, есть хорошее украинское слово, «пручався», да, просто вот брыкался ни в какую. Сделаем из этого, я не знаю, Сталинград, Брестскую крепость, никак. И тем не менее. То есть ему сложно было принять такое решение? Ну, конечно. А куда деваться? То есть это тот плацдарм, который невозможно было удержать. Хотя он пару недель назад, ему же докладывали генералы, ему же предлагали это сделать не 3-4 дня назад, а где-то недели 2-3 назад. И он тогда отказался, он фактически дал указание ни шагу назад. Ну, слава богу, хватило ума понять, или вернее ему объяснили. Ну и вообще-то результат, я вот смотрю, что там происходит. Там коллапс, там разброд и шатание, он уже полностью не контролирует обстановку. Хотя я думаю, что у них вот в ступоре пропагандистский аппарат, а это главный аппарат, в Мордоре, на нем весь Мордор держится, на создании виртуальной реальности. Они до сих пор не могут прийти в себя, но придут, я думаю, придут. Я знаю, что они начнут объяснять, что случилось, но им это вряд ли поможет. Ну, судя по всему, была дана такая вот задача похвалить решение отвода войск и усердно взяли за работу тиражирование именно этого мессенджа тот же Кадыров, некоторые пропагандисты, хотя далеко не все. Вот даже притянули сюда такую аналогию 1812 года, отход спаления, сожжения Москвы, отход тактически Кутузова, генерала. Смотрите, мы еще придем, и не только мы вернемся, а мы вернемся с другой стороны. Мне кажется, тут, возможно, еще и аналогия Сталинграда в 1943 год. Если мы примем тот факт, что Россия сейчас играет роль нацистской армии против Украины, то вам какой... Возможно, это очевидный вопрос, но как вы думаете, действительно ли российская армия сейчас верит в этот вариант 1812 года, что они все-таки могут вернуться в Херсон? Да нет, российская армия, я уверен, в это не верит, особенно та часть армии, которая побывала в Украине на полях сражений. Орки, может быть, какие-то заглотят все это, но их становится все меньше и меньше. Я считаю, что это близко к Сталинграду, то, что с ним случилось, и надеюсь, что это будет такой же перелом сейчас, как и в конце 1942-го, когда прорыв под Сталинградом советских войск случился. Но я думаю, что они еще попытаются это представить как вариант Дюнкерк-2. Да, то есть удачная эвакуация, как британцев из Дюнкерка, которая позволила Черчиллю сохранить армию, и потом эта армия пришла к победе. Но у этих победы не будет, они обречены. Ну вот вы сказали про Дюнкерк и то, что они смогут спокойно выйти и вывести свою бронетехнику. Сейчас пока это покрыто туманом войны, непонятно, что на самом деле происходит, насколько организованные отступают, и приходится или не приходится им оставлять тяжелую бронетехнику. Я думаю, что от этого будет, что на самом деле произойдет, будет понятно, имели ли место какие-то переговоры в результате этой вот черноковой такой дипломатии Джейка Саллывана. Я знаю, вы об этом и в своем блоге много говорите, говорили, анализировали ситуацию. Насколько вам вообще кажется возможным, что Америка смогла как-то посодействовать в этом вопросе и договориться между двумя сторонами? Я думаю, что договориться не получилось, потому что буквально накануне, за день, за два, за три до ухода из Херсона, там были тяжелые бои, в которых орки несли тяжелейшие потери. Они бежали с поля боя во многих местах, бросая раненых, они даже раненых не забирали, что говорит о… Ну, вы понимаете, это критическая ситуация разложения на грани полного разгрома. Затем, я не думаю, что был какой-то там договорняк или договор, потому что… Ну, то, что они сделали в Херсоне, это, конечно… То есть, они уходили как варвары полноценные, которыми они являются. Город без света, без воды, без интернета. Они взорвали стоящую единственную там телевизионную башню, вот. И они были обстреляны. Был выдан сильнейший удар градами, вот теми градами, которые ВСУ поставила Братская Словакия. Был нанесен мощнейший удар вслед уходящим оркам. Ну, такой удар, я вам скажу, это вот перед начале берлинской операции, когда брали Берлин в 45-м, вот такой артиллерийский удар по Зиеловским высотам наносился. То есть, я не знаю, кто там, кто попал под этот обстрел, там камня на камне не должно было остаться. Вот. Поэтому вот рассказ этого петуха ихнего из Министерства обороны генерала Коношенкова о том, что никто не пострадал, ни личный состав, ни техника. Это, опять-таки, это петушиные трели. Всего этого не было. Враг потерял, понес сильнейшие удары во время отступления. Ну, вот да, действительно, если все время войны врут, почему они сейчас должны говорить правду, понятно, что никакого веры тому, что они говорят, нет. И, тем не менее, смотрите, вот появляются такие заявления, в том числе от генерала Милли. Он буквально пару дней назад сказал о том, что очень серьезные потери обеих сторон, 100 тысяч он назвал цифру, я так понимаю, и погибших, и раненых, и 100 с другой стороны, призвал обе стороны до начала зимы сесть за 100 переговоров. Насколько весомое заявление этого человека, что он из себя представляет, или может он изъявлять волю политического руководства страны? Ну, генерал Милли – это высший военный чин Соединенных Штатов Америки, председатель Комитетного комитета начальников штабов. Но это военный, это не политик. Поэтому вот он в тех высказываниях, которые вы упомянули, он очень тонко и очень осторожно говорил. Он не призывал никаким переговорам. Он говорил, что, возможно, после Херсона возникнет какая-то пауза, а она возникнет по объективным обстоятельствам, и эти обстоятельства, самое главное, Днепр, мосты разрушены, как для ВСУ это препятствие, так и для Орков обратно плыть тоже препятствие. Поэтому будет какая-то пауза, и, возможно, обе стороны уточнят свои позиции, и, возможно, придут к выводу, что, может быть, надо поговорить. Он сослался тут на 2000, правда, очень неудачно, сослался на 1915 год, когда война уже, там же собирались, когда она начиналась, закончить всё к Рождеству 14-го, а в 15-м уже поняли, что она будет длиться бог знает сколько, уже зарылись в траншеи, и шла страшная война, которая унесла десятки миллионов. Так вот, он говорит, в 15-м году не поняли стороны, что настало время переговора, продолжалось, это ещё 4 года, унесло сотни, десятки миллионов жизни. Ну, то есть, он предположил, что пауза даст возможность подумать, и может быть, но он не призывал никаким переговорам, я вам больше скажу. В заявлении Госдепартамента Тед Прайс, это было во время выборов в США, в день выборов 8-го числа, он говорил, что наша оценка, что никаких переговоров, нет никакой основы для переговоров реальных, Россия на переговоры, ничто в реальных действиях России не показывает, что она готова к этому, и все остальные, в принципе, говорят, что Америка не рассчитывает на переговоры. И у меня сложилось впечатление, что вот эти разговоры о переговорах, они имеют вполне определённую утилитарную прикладную ценность. На Западе, прежде всего в Европе, там люди изнеженные многими десятилетиями отсутствия войны, отвыкли испытывать трудности, поэтому вот эти экономические всякие там проблемы, инфляция и так далее, как-то так их немножко угнетает, и потом их много, а выражать свои мнения они должны единогласно, и в НАТО, и в ЕС. В Соединённых Штатах выборы недавние, республиканцы там угрожают, хотя они в значительной степени это победа пирова их, если она вообще будет. Но, тем не менее, там грозятся, что надо прекращать в эту бездонную бочку под названием Украина выбрасывать деньги, потому что Украина, вы видите, это воинственный забияка, они не хотят мира, им не надо мира, они хотят воевать и получать за это деньги. Вот так многие республиканские экстремисты ставят вопрос из МАГа. Изоляционисты я добавил, не просто экстремисты, изоляционисты, которые раз в поколение, они поднимают свою аглию. Да, не просто изоляционисты, они просто дебилы в настоящий момент, потому что быть изоляционистом в 19 веке это где-то имело смысл, а сейчас это безумие. Поэтому идея всего этого разговора о переговорах состоит в том, чтобы Украина сказала, и она наконец-то сказала, что мы готовы к переговорам. Ну все. Ну вот теперь американцы начнут с G20, с союзниками, будут проводить бурную работу, говорить, Украина готова. Но какие переговоры? Сказали же с самого начала, что переговоры должны закончиться полным освобождением оккупированных территорий. Не может в 1921 году страна-член ООН закончить переговоры с тем, что она украдет и оставит за собой часть захваченной в результате агрессии территории. Это вообще невозможно. Ну то есть нормальная постановка на основании Харти, устава ООН, а это все это о том, что они должны уйти, но они же пока не согласны. То есть первый шаг американцы-союзниками вместе с Украиной делают. Украина согласна переговорам. Пауза, слушаем Россию. Россия, конечно, да, не уходит. Она не уходит с этих территорий. Шаг следующий американцы-союзниками делают. Ну раз так, тогда мы сделали все, что могли. А теперь полный ход военной помощи Украине. Вы не хотите, это для Москвы, не хотите уходить. Ну, получите тогда, получите, получите неприятности. И тогда полная, неограниченная, ничем не сдержанная военная помощь финансовой Украине, и все. Вы говорите вплоть до Атакамов, этих наших пресловутых, желаемых, искомых. Да нет, но Атакамс, тут вопрос уже решенный. Вообще, я рассказывал у себя на этом самом, на своем канале. Он уже здесь, но об этом никто не говорит. То есть, ну, во всяком случае, он был тогда, когда наносились удары по Крыму. СААКи, еще два, потому что, ну, американцы, частная компания, которая управляет спутниками, делает фотографии. Есть фотографии этих, значит, Хаймарсов с Атакамс, а у Атакамс вот эта, как она, люлька ее называть, или вот эта пусковая установка, которая стоит на кузове этого автомобиля. Обычные ракеты и Атакамс, вот эта люлька, она разная совсем. То есть, была установка Хаймарс именно с той капсулой, да, капсулу лучше назвать, с той капсулой, которая для Атакамс, она была зафиксирована, и там локализация показывает, что она была на территории Украины. Ну, и потом те разрушения, которые были причины в СААКе, показывают, что это могли сделать только ракеты. Были разговоры о том, что это украинский гром, но украинского грома нет. Все, уже точку поставили, он даже не прошел испытания. Поэтому я назвал это все в своем канале «Ударом Святого Духа». Я хотел и ждал, и надеялся, и верил, что администрация США официально объявит о поставке Атакамс. В этом случае она приобретает его наличие в Украине официальное. это оружие становится оружием сдерживания, потому что агрессор знает, что если он наносит удары по Киеву, вот эти варварские, которые он наносил, то может быть ответ по российской территории. В этом смысл сдерживания. Ну, вот вам, пожалуйста, позавчера президент Байден на своей пресс-конференции, которую он последнюю дал, у него спрашивают, как там насчет Хаймарсов. Вернее, как, вы даете Украине все, что она попросит, он говорит, да не, но что вы, вот есть Хаймарс, у него два вида ракет, одна 160, он называется, миль, а это 300 километров, это Атакамс, а другая 600, а 600 это супер Атакамс, она сейчас вообще настолько новая, что она еще на вооружение, по-моему, американцам не поступила. Так вот, он говорит, я не дал та, которая 600, то есть, он не дал последнюю, что предпоследнюю, то есть, Атакамс в Украине, вот, поэтому надо послушать, возможно, уточнения будут, или, возможно, это вот такое тонкое объявление Байденом, что эти Атакамс уже здесь. Юрий, вы же сами неоднократно в своих стримах замечаете, что все-таки старина Байдена, это старина Байдена, это не 20-летний парень, и ему очень свойственно делать такие оговорки, и по Фрейду, и не по Фрейду, но вот имеем, что имеем. На самом деле, интересно, будет ли уточнение. Да-да, я вот об этом и говорю, будет ли уточнение. Да-да. Юрий, скажите, а вот то, что вы вели все-таки после выборов, тут уже мы подходим к вопросу американских выборов, вы сидите в Америке, есть какая-то связь между этими событиями? Ну, конечно, конечно, потому что вот этот месседж, вот этот дипломатический маневр, который сейчас приводят американцы вместе с руководством Украины, то есть давайте поговорим, давайте скажем, что Украина готова к переговорам, это направлено и на внутренний рынок, то есть на республиканцев, республиканцев все-таки будут, хотя и очень маленькое, очень дискомфортное преимущество в палате представителей, причем такое представительное преимущество, которое скорее всего, скорее головная боль, чем реальное преимущество, но тем не менее, то есть большого вреда они нанести не смогут, как смогли бы при серьезном большинстве, на которое они рассчитывали, то есть остановить помощь Украине полностью им вряд ли удастся, но гадости, они уже грозятся, они работают в этом направлении, конечно, они смогут... Об этом сейчас подробнее поговорим, я имел в виду, уточнить просто, что, смотрите, они ждали пока результатов выборов, они не хотели выводить войска, российская сторона, я имею в виду, до выборов, чтобы не подыграть Байдену, я так понимаю. Конечно, Байдену, конечно, Байдену, не подыграть Байдену, то есть подыграть республиканцам, помочь им. Естественно, у них, они не скрывали это на своих пропагандистских каналах, на этих соловьиных пометах разных, то есть у них два фронта, вот этот американский фронт и выборы, Путину позарез нужно было, чтобы выиграли республиканцы, причем не те республиканцы, республиканцы, это два лагеря сейчас, это науэрганисты, это нормальные ребята, они понимают стратегию, международную политику, а вторые, это вот мага, это трамписты, и вот Кремлю надо было, чтобы они помогли, но они пролетели, то есть там не просто ожидали в Кремле победы этих трампистов, они ожидали продолжения вот того удара, который начал наносить по Америке Трамп, когда он отказался признать выборы, и до сих пор дураковаляется, и накануне этих выборов он поставил всех своих кандидатов, всех, куда ему удалось засунуть, тех, которые заранее сказали, если я выиграю, все хорошо, а если нет, ну мы посмотрим, как они говорили, признаю я или не признаю, ну понятно, мы посмотрим, то есть ясно, но этого не случилось, они все практически пролетели с редким исключением, а те, которые, значит, исключение составили, они не начали вот этот шум поднимать, то есть идея состояла в том, что начнется бардак, раскол в обществе, такой, который последовал после последних президентских выборов из-за Трампа, и они надеялись, что вот Трамп со своими людьми опять усилит этот раскол в обществе, будет там беспорядок, Америка будет заниматься своими делами этими, а в это время Путин, Кремль будут делать то, что им надо в Украине, руки развяжутся, и этого не в печали. Возвращаясь к истокам этого нашего спора, который я веду тоже в разных баталиях еще с 16-го года, с года избрания Трампа, все-таки в чем заинтересовалась Трампа все это время, вот, протаскивать эту идею, которая уже, в принципе, не популярна, а консенсус все-таки сохраняется в американском обществе о необходимости поддерживать Украину, тем не менее, вот это вот, вот просто как вот горбатого могилу, могила только это исправить может, почему вот так нужно постоянно намекать это то, что наш настоящий союзник это Путин, Украина не нужна, это какие-то личностные характеристики, такие, знаете, касательно вообще мироощущения, или вы подозреваете, тут есть какие-то корыстные, может быть, побуждения? Да тут и подозревать не надо, я помню, и это официально, еще до того, как он был избран президентом, были ссылки на высказывание одного из своих сыновей, это, по-моему, Доналдс младший, вы, наверное, помните, да, у него два сына, и их называют Бирис и Батхетт, так вот, по-моему, по-моему, Бирис сказал, а он помогал Трампу в компании вот этой строительной, Trump Organization, он сказал, что в нашем бизнесе непомерно велика доля российского капитала. Это Эрик, Эрик сказал, да, это старший сын. Да, да, или, да, да, вот. Ой, подождите, Эрик это младший, подождите, это Доналд, это Доналд, Доналд, да, 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 так вот, именно этот капитал спас Трампа, и весь его бизнес, потому что у него же там, по-моему, пять банкротств было, американские банки перестали давать ему ссуды вообще, и в это время пришел российский капитал, середины 90-х годов, какой это российский капитал, там же посмотреть все это, это все вот эти гризи, эти грязные, полукриминальные элементы, которые, ну, эти все лица, эти все фамилии были, одиозны были в России, и вот они все туда гнали, и там же были деньги, которые шли из тех структур, которые контролировались российскими спецслужбами, через них тоже шли деньги, и вот они их спасли, то есть его весь бизнес был фактически спасен, потом создан на вот этих полукриминальных, или полу-ФСБшных и СВРшных деньгах, контакты у него оттуда же все были, поэтому, да, это бизнес, это бизнес. Юрий, ну давайте, давайте на КЖГОП, как у нас говорят в Украине, вы знаете, тем не менее, Марджери Тейлор Грин, это безумная женщина из Джорджии, которая перезбралась, нет еще теории заговора, которые она бы не поддержала, и свято не уверовала бы, вот есть Джей Ди Вэнс, который победил сенатское кресло в штате Охайо, и так далее, Кевин Наккарти тот же, все-таки они как-то будут вредить потихонечку, или вы считаете, что их влияние будет полностью нейтрализовано? Нет, наоборот, тут вот такой парадокс, понимаете, ставленники Крампа, о которых мы сейчас с вами говорили, и среди них, вот в основном представители вот этой мага группировки, они, большинство из них на выборах пролетели, в результате, республиканцы, если завоюют, то минимальное преимущество, палате представителей, и вот это маленькое преимущество, маленькое, оно увеличивает роль вот этой мага группировки, которая пробралась туда, потому что, ну, начнем с самого Кевина Маккарти, который хочет стать спикером, ему надо, чтобы его поддержали, он должен договариваться, и вот эта маленькая группировка будет ставить ему угло, и то же самое по любому законопроекту, ее голос, который так бы был в меньшинстве, на который можно было неопределить, обращать внимание, теперь значение вот этого голоса этих сумасшедших, он увеличивается, и в этом опасность, но зато в целом республиканцы, там небольшое преимущество, а когда оно небольшое преимущество, ну, кто-то заболел, кто уехал в отпуск, кто-то изменил ориентацию, если бы республиканца стал демократом, то ли наоборот, то есть она такая неустойчивая, считается так, вот американские эксперты считают, Маккарти надо, то есть потенциальному спикеру, иметь минимум 20 голосов преимущества, тогда более-менее, но так, со скрипом, лучше, чем больше, тем лучше, 40, 60, 20 это минимум, просто необходимый минимум, меньше 20 это уже проблема, но сейчас наблюдаем, сколько там, там что-то вот в районе 20, но все равно даже 20 это проблема, то есть Трамп, Трамп уже лузер, это номер один лузер этих выборов, и Сенат вполне вероятно останется в руках демократов, вот по раскладу, ну там сейчас будет все решаться в штат Джорджия, перенесли на 6 декабря, поэтому подождем, Юрий, вот 400 миллионов очередной транш военной помощи Украине, знаете, чтобы поставить в контекст правильный размер этой помощи, вот кричат, вы уже об этом сказали, республиканцы-трамписты, что зачем такое делать, нам нужно волноваться не по поводу российско-украинской границы, а границы с Мексикой, зачем это транжирство, тем не менее в контексте бюджета США, это на самом деле песчинка в море, особенно если при этом внимание, какая невероятная реклама, какую рекламу делает ЗСУ американскому оружию, и как повышать глаза всего мира американские ВПК, благодаря войне в Украине, то я думаю, что Америка явно выиграет это, и абсолютно, ну не, опять-таки, близоруко пытаться, я сейчас говорю про трампистов, эту помощь каким-то образом перекрыть, это бьет и по интересам экономическим, долгосрочным Америке, правильно я понимаю? Да, абсолютно, просто не просто там по экономическим интересам, ну, во-первых, так, насчет пакета, кратко скажу, он показывает, это своего рода месседж Кремлю, о намерениях Соединенных Штатов и Украины, то есть, если вы по-хорошему не свалите отсюда, не закрепите это соответствующими соглашениями, то вот что будет, а что будет, решаются самые насущные вопросы Украины, это система ПВО, ПРО, противовоздушной обороны, и, во-вторых, наступательное оружие, это эти самые, амуниция, снаряды, в том числе для хаймарсов и для других артиллерийских установок, минометов и так далее, то есть, это как бы сигнал о том, куда дальше пойдет помощь, вот в этом же направлении, если Кремль не опомнится, а он не опомнится, на это никто и не рассчитывает, просто провокация, что касается пользы, оказания помощи Украине, да здесь вопросов-то нет, потому что представители военных кругов, высших аналитики, промышленных кругов, политики, они считают следующим образом, у них же согласно доктрине, которая недавно опубликована, главный враг – Китай, правильно? Стратегический противник, а Россия – это немедленный, который вот тут вот крутится, он меньше, это как везливая шавка, которая вот тявкает под ногами и пытается тебя за пятку укусить, то есть, с ней что-то надо делать, вот, значит, но у Китая противоборство США есть преимущество, это Россия со своим военным потенциалом, то есть, Америка на два фронта, и вот аналитики военные подсчитали, если нанести России такое поражение, которое заставит ее приходить в себя 20 лет и больше, тогда Америка перестает обращать внимание на Россию и полностью переключается в военном плане на Китай. Что это значит? Война на сухопутном театре против России – это не та война, которая на Тихоокеанском театре против Китая. В одном случае это сухопутные, виды вооружения для сухопутной войны, в другом – это воздушная морская война. Так? Сейчас американцы вынуждены работать, не окр проводить, разрабатывать оружие, производить и против России, и против Китая. Если сейчас наносится сильное поражение России и нейтрализует ее там лет на 20, то Америка экономит на том, что она перестает производить оружие для борьбы против России и переключается на Китай только. Это колоссальная экономика. Экономия. Сейчас уже подсчитано, что в результате того поражения, которое Россия сейчас до сих пор понесла, ей нужно 10 лет на восстановление своего военного потенциала для того, чтобы угрожать какой-то стране Балтии. 10 лет! А для того, чтобы всему восточному флангу НАТО, ей надо 20 лет. А если еще ее потрепать и нанести поражение, то там вообще. И тогда Китай остается против Америки. То есть, то, что сейчас происходит, это очень большой интерес всего цивилизованного мира. Гюри, то, что вы говорите, примечательно тем, что вы опускаете здесь, вы опускаете вообще ядерный фактор, то, что, по крайней мере, все это время немножечко сдерживало, будем говорить прямо, администрацию Байдена и именно в типах оружия, которые они дают, и вот тот факт, что они придерживаются этой вот стратегии сваривать, варить лягушку на медленном огне, они сами постоянно приводят эту аналогию, и тем не менее, знаете, они, несмотря на валдайские заявления Путина, понятно, что Путину верить нельзя, он и до начала войны утверждал, что это все инсинуации, грязные происки, мы не собираемся нападать на Украину, а что произошло. И вот опять взялись за старое, говорят о неких учениях, неких разработках, вот Сатана-2, это вообще стратегическое оружие, которое может за 6 минут достичь берега Англии, уничтожить Лондон там за щирные секунды, Рогозин утверждает, что 50 таких уже, еще в мае говорил, что 50 таких в производстве находятся и так далее, вы считаете это вообще уже не факт? Это мультик, это мультик, и вот высшие члены Пентагона, то есть военные, это абсолютно понимают. Есть некоторые слабонервные люди в Белом доме, возможно, которые ну перестраховывают, скажем так, ну по-моему и они уже поняли, что это все блеф, ну вот вы упомянули, это вандервафли эти все чудо-оружие Путлера, вторая серия, чудо-оружие Гитлера, чудо-оружие Путлера, недавно вот у них же одно из видов чудо-оружия это Посейдон, некая торпеда чудесная, которая должна взорваться у восточного побережья США, поднимает радиоактивный цунами, который с лица земли Америку с восточного по западное побережье смывает там и так далее, выплыла их подводная лодка где-то там в Баренцево море, покрутилась, покрутилась и вернулась обратно, не состоялось все это, не состоялось, то есть, Россия несет колоссальный ущерб, терпит удар в результате санкций, для этих всех чудо-оружия нужны новейшие разработки, все, они уже закончились, нужны микрочипы там, ну и так далее, то есть, они уже не могут произвести даже снаряды для гаубицы 122-миллиметровой, Кореи вынуждены побираться, Варани побираться и так далее, поэтому, ну и в конце до конца, понимаете, он себя, я имею ввиду этого, недофюрера, Кремля, Кресионыша, как вы его любите назвать, это пляшилый Кресионыш, его 20 лет, его пропагандистские СМИ из него Супермена создавали, а на самом деле, вы понимаете, если он сейчас применит атомную бомбу, это даже не русская рулетка, в русской рулетке там 50 на 50 шанс выжить, 50 на 50, а тут вообще ноль шансов, ну и вот, то есть, 20 лет он доказывал всему миру, что он пацан конкретный, серьезный такой пацан, и вроде убедили кого-то в России, и все, и он купается в лучах славы, а сейчас бах, и все, его нет, то есть, жизнь теряется, для него смысл, для того, чтобы нажать на красную кнопку нужно быть фанатом идеи, причем, каким фанатом, даже Гитлер, насколько был фанатом идеи, тот не применил оружие массового поражения во Второй мировой войне, а этот и подавно, этот так, бравирует все, а придет вот этот грозный час, минута, он будет скулить, зубами будет цепляться, плакать, просить прощения, в отчаянии, пытаясь, как я читал, вот, когда работал еще в агентстве в нашем, там у нас был бюллетень такой, каждый месяц выходил с обзором ситуации по регионам, а в конце колонка юмора, выдержки были из различных телеграмм, аналитических, разведывательных, и вот, помню, телеграмма из резидентуры из Тегерана, там была такая фраза, шах сидел в своем дворце и оттягивал свой конец, ну, вот, это единственное, что остается сейчас Путлеру делать. Юрий, ну, вот, да, мы говорим сейчас, в конце уже нашей беседы возвращаемся к началу, где вы спрогнозировали, что это не конец начала, как говорил Черчилль, а вообще, наверное, скорее всего, начало конца, с вами вот солидарен известный историк Зубов российский, который пишет в своей колонке в НВ, что остается ожидать политических изменений в самой России в ближайшее время. Он, упоминает тут смуту в тылу, говорит про развал фронта, что Россия уже это проходила в 17-м году, 105 лет назад, и тогда ситуация была лучше, у России были союзники, не были серьезные, и армия была серьезная, сейчас союзников, кто? Иран, Северная Корея, и нет серьезной армии. Тем не менее, есть скептики, очень серьезные. Я вот хочу просто привести, и вот чтобы вы как-то отрегулировали на их аргументы, Виталий Портников говорит, что даже если состоит, и это было пару дней назад, он писал отход от Херсона, то никак это по репутации ни кремовского режима, ни лично Путина не ударит, он еще может жить 10-15 лет, если ему позволят здоровье, потому что у него весь силовый аппарат, а картинку они могут сделать любую. И вот ему вторит такой Александр Баунов, российский журналист, и Мария Снеговая. Они пишут, что независимый от результата этой войны Путин с большой вероятностью удержится у власти. В глазах недовольных россиян, я вот сейчас цитирую, любая форма сопротивления Западу, это победа, почти вне зависимости от конечного результата. Вот это мне напоминает, помните, победный марш по улицам Багдада с Адама Хусейна после Дезерстрома, как его выкинули американцы из Куэйта, тем не менее, он провозгласил победу. Меня вот советского мальчика тогда это просто поразило. Талант на черное, сказать, белое. И вот, вот уже заканчивается дату, в отступлении они будут утешаться мыслью, что предотвратили дальнейшее закабаление России. А вот, и поэтому прямой связи между военными неудачами и ослаблениями власти Путина нет. Что вы на это верите? Ну, я вам отвечу, что вот в этих двух точках зрения есть упущено одно важное обстоятельство, экономическое состояние страны. Как-то так оно выпало здесь, а это очень важно. То есть, в принципе, я бы ближе ко второй точке зрения, о том, что да, они могут там придумать, что российский народ, он оболванен, там, то есть, путинизм – это две трубы, газовая и нефтяная, плюс дебилизация всей страны. Она состоялась. Ну, за исключением 10-15%. Поэтому, да, это количество людей можно при помощи этих средств массовой информации обманывать, дезинформировать бесконечно. Но есть окружение, которое, то есть, таким образом, революция, она как бы маловероятна. Второй, значит, вариант – государственный переворот. Это табакерка, серебряная, в висок. Но для этого нужен человеческий материал, для этого нужны люди, которые могут взять на себя такой риск. Я таких людей не вижу, потому что, ну, вы видели, вот перед вторжением путинским он проводил публично совещание Совета Безопасности по телевизору, да, вы видели там, кто там выступал и так далее. Это мыши все абсолютно. Я не вижу среди заговорщиков, которые могли бы его придушить или еще что-нибудь с ним сделать. Поэтому эти тоже могли, могут терпеть сколько угодно. Но вот экономика страны, то есть, она, она может дойти до такого состояния, вполне я этого допускаю, когда народ уже не сможет жить по-старому, а эти, которые вокруг Путина, уже не смогут, то есть, уже, уже тоже не смогут, они не захотят жить по-старому, и вот тогда это все вместе, как бы так, соединиться. Но в любом случае, понимаете, нам-то что? Ну, пусть сидит, если он им нужен, пусть сидит. Нам самое главное нанести ему такое поражение, чтобы эта страна заткнулась лет этак на 50, и чтобы она занималась, вот самое главное, это проблема этой страны. У них же 30 или 25 процентов населения вместо унитаза используют дырку в земле. Столько же примерно не знает, что такое газ, да, и при этом всем эта группка небольшая людей в Кремле, они считают, что они имеют право управлять другими странами, да, такими, как Украина, или там в Западной Европе что-то, то есть, это раздвоение сознания. И задача состоит в том, чтобы вот этих кремлевских заставить, как, дайте, паршивого котенка, нашкодившего носом, ткнуть, чтобы они занимались своими проблемами там. Вот для этого надо им нанести серьезнейшее поражение, чтобы они забыли о своих имперских замашках, и вместо дырки в земле, значит, производили тазы, да, проводили газификацию и так далее. А для этого нужно нанести поражение, и пусть они потом 50 лет. То есть, после поражения в этой войне в Украине, Россия превратится в третьеразрядную забитую страну. Это будет превращение в Монголию, ну, та, которая называлась Золотой Ордой. А сейчас это что? Даже где она? Где она? Вот, я думаю, что нечто подобное должно произойти с Россией. Известный российский блогер, экономист Дмитрий Потапенко называет это процесс археизации экономики, которая может длиться какое-то время, но ни к чему хорошему она явно не переведет. Я говорю, мой ответ на неблагодарную задачу спрогнозировать, что будет с режимом Путина, с режимом, любым режимом подобного уровня тоталитаризма, можно приводить пример цитату Эрнста Хемингуэя, американского писателя, которого спросили, как вы вот так обанкротились? Он говорит, как обанкротился, сначала так вот постепенно, а потом сразу. Поэтому, как и распад Советского Союза, это может произойти в любое время. Юрий, я вас благодарю, что были листами. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Юрия Швейца, если почему-то вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на канал Фабрику на Вилл. Спасибо, что смотрели нас. Юрий, еще раз поздравляю вас и нас всех с освобождением прекрасного города Херсон. Херсон – это Украина, друзья. Thank you. Слава Украине! Героям слава! Спасибо. Спасибо.